Итоговый выпуск известия на пятом канале в студии Ирина Петрова. Здравствуйте. И о начале выпуска кадры, которые мы только что получили от министерства. И смотрите далее в известиях. Власти Иркутской области не собираются восстанавливать детские сады, школы, пострадавшие во время паводка. Зато капитально отремонтируют административные здания. На каких основаниях, когда жильем так и не обеспечены тысячи семей? И это накануне зимы. Вице-премьер Виталий Мутко назвал такую ситуацию саботажем и потребовал объяснения от руководителя региона. Каков был ответ, знает Кирилл Альков. Владимир Путин пригласил военнослужащих и глав государства ДКБ в Москву 9 мая 2020 года. Они примут участие в параде на Красной площади. Лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана идею горячо поддержали. Подготовка к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне стала одной из важных тем, затронутых во время саммита в Бишкеке. Обсудили также и борьбу с терроризмом и информационной безопасностью. С какими еще вызовами приходится сталкиваться сегодня, Виктор Синек расскажет. Директор Государственного бюро расследования Украины признал, что его прослушали в собственном кабинете. Автомир восхитила смекалка жителей Петербурга. Личный электромобиль он заряжает при помощи хитроумного изобретения. Он паркуется под окнами своей пятиэтажки и просто перебрасывает провод в квартиру. Дерево служит своеобразной линией электропередачи. Ну а что ближайшую экозаправку? Пойди поищи. И это яркая иллюстрация трудностей, с которыми приходится сталкиваться нашим владельцам машин будущего. Высокая стоимость и дефицит инфраструктуры делают россиян аутсайдерами экологической гонки. В лидерах же Норвегия и Китай. Есть ли шанс подтянуться? Разбирался Алексей Полторанин. 50, 70 и 90 процентов вот такие беспрецедентные скидки сводят с ума покупателей в Черную пятницу. И Роспотребнадзор опубликовал свои рекомендации, как не разориться из-за уловок продавцов. Конечно, самое простое – это узнать и сравнить цену на товар в разных магазинах. Ведь может так случиться, что все неожиданно подорожало как раз перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше. Надо опасаться слишком низких цен. Скорее всего, в продаже некачественный товар. При покупке в интернете также обходите стороной сайты, которые собирают персональные данные и пароли от банковских карт. И помните, что любой товар, приобретенный в Черную пятницу, можно обменять или вовсе отказаться, если он вас не устраивает. Надо отметить, что вслед за магазинами распродажи спешат объявить все. От кафе и парикмахерских салонов до агентств ритуальных услуг и клиник пластической хирургии. Безумный креатив «Черной пятницы» оценил Артур Ламидзе. И сейчас коротко о других заметных событиях дня. День добрых дел на пятом канале. Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для маленького Миши Балашова. У ребенка рак крови, рецидив. Это значит, что болезнь вернулась и стала еще более агрессивной. Химиотерапия уже не помогает. На лечение нужно 2 миллиона 290 тысяч рублей. И таких денег у семьи нет. Мама в одиночку воспитывает сына. Давайте поможем Мише вместе. Чтобы помочь Мише, отправьте смс на короткий номер 2425. И в сообщении укажите цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать. Она автоматически спишется с вашего мобильного счета. И мы продолжим после рекламы и покажем фальшивку, за которую придется заплатить даже дороже оригинала.